Так, и пока Александр Николаевич собирается с мыслами, так сказать, я выполнил то, что сделаю, то, что обещал. Кто остался там в коридоре, они кто хотят. Только что в Москве Федеральной Недояльной Палате прошло совещение. И мне передали вот эту информацию, просили довести до вашего сведения. Может быть, кому-то это пригодится, понадобится срочно, может быть, сюда терпится, так сказать, до осени, но о чем идет речь. 19 июля 2018 года принято 217 ФЗ о наследственном уговоре. Вступает там в силу с 1 июня этого года. Ну, летом, в день июля, у нас, конечно, определенный провал в работе. Не думаю, что пусть так много было у вас проблем в это время. Осенью я с Ледцом Снежанной Вячеславной, с ней не договорился, приглашу. Она прочитает лекции и поподробнее обо всем там расскажет. Поэтому я сейчас никуда ее не заменяю. Я только передам вам самые основные моменты, с которыми вы можете столкнуться очень быстро. И эти моменты могут привести к неприятным последствиям для ваших клиентов, чтобы вы не сделали ошибок. Вот так, наверное, на что обратить внимание. Прежде всего, вам советую купить только, чтобы, условно, продается книга наследования. Такая серовато-губоватого цвета. Вот там очень подробно о наследственном договоре все расписано. Кто эти дела интересуется, советую купить и почитать. Но, во всяком случае. Значит, очень коротко. На вопросы отвечать не буду, потому что я вообще не специалист в этой области. Ну, так. Не больше, чем вы, во всяком случае. Значит, третье основание наследования теперь наследственный договор. Повторяюсь, 1 июня. И наследование по закону будет иметь место, поскольку не изменено замещанием или наследственным договором. Наследодатель правит заключить на одно и то же имущество или на разное имущество несколько наследственных договоров. И если одно и то же имущество попало в два договора или в большее количество, то, в отличие от правил наследования, действует договор, заключенный ранее. Если завещание действует последнее, то наследственный договор первым. Вот с этим не споткнитесь. Наследственный договор подлежит материальному действоверению. И нормы замещания применяются только во втором очереди, после наследственного договора. И в той части, в какой они не урегулируют наследственного договора. Теперь, в законе определенная неточная формулировка, имеется в виду 1118 статья ОКК, то есть ее толковать буквально, то наследственный договор можно якобы заключить с несовершеннолетием. Мы подумали-подумали, мы сможем решить, что это, конечно, ошибка, это глупость. То есть, с несовершеннолетием договор такой заключать нельзя. Но этот договор не может быть заключен по представлению. Правила для завещания, закрытая форма завещания, завещания приравненные к материальным истоверенным, на наследственный договор не распространяются. Только лично и в нотариальном порядке. Вообще-то, вот, там была пояснительная записка в Государственной Думе, а вообще с какой целью и какой смысл всего этого? Большинство людей, скорее всего, очень пригосятся, если коснется, то не скоро. Но зачем это вообще придумали? Несколько слов. Появилась категория весьма большая, весьма богатых людей. Для вас тянулась. Так вот, чтобы такие богатые наследодатели получили возможность, грубо говоря, держать зашивая своих наследников, которые даже на том свете, вот и придумали эту форму наследственного договора. То есть он составляется так и таким образом, и с теми, кого держали жесткий турковизм, даже после свете хозяйства. Ну, у кого много фабрингиологических проходов, и много наследников, вот в этом наследственном договоре можно посмотреть все, что наследователь хочет. По договору невозможна уступка прав, права и обязанности договора не наследуются, не применяется право наследственной трансмиссии. Ну, и после заключения договора наследодатель вправе совершать любые сделки с имуществом, которое попало в наследственный договор. Если наследодатель имеет право в любой момент отменить наследственный договор, то вправе в нотариальном порядке уведомить об этом тем, с кем этот договор заключил. Действует по-прежнему и для наследственного договора правило об обязательной доле наследства, она не исчезла. Если наследственный договор, причем между супругами, он утрачивает силу в случае расторжения брака или в связи с признанием брака недействительным. Наследственный договор отменяет действия, совершенного до его заключения совместного завещания супругов. Вот это самые такие скользкие моменты, которые еще Наталья так осваивающаяся, еще не на все вопросы могут ответить. Это вот то, что уже на поверхности, там, где может быть больше всего контейнер. Вот это они меня просили вам сказать. Ну а лекция будет очень, да, затем мы подробнее. Итак, Петрик Александрович, которого вы уже знаете и не развидели, я просил его рассказать, во всяком случае, делить внимание тому закону, который вступил в силу с 1 июля этого года, и он касается всех владельцев дач, коттедж и загородных построек и всего-всего-всего. Ну и все остальное, что касается городской и загородной недвижимости, правовая отцепка документов при совершении сделок. Я вас это говорю. Спасибо. Ну, у меня в достаточно практической направленности лекция, поэтому времени мы уже потеряли много. Итак, проверка начинается с изучения правоустанавливающих документов, первичных документов по объекту. Они могут быть разные. Для жилья договоры о приватизации, справки о выплате паев ЖСК, договоры о купле-продаже, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство, договоры долевого участия и так далее. При этом еще одним документом является свидетельство о праве собственности, которое может быть, а может не быть. Как бы на старых документах, в комплекте старых документов, свидетельства как таковые отсутствовали. Были на них просто на договоре правоустанавливающим проставлялись регистрационные штампы того органа, который регистрировал сделку. В Санкт-Петербурге первые договоры о приватизации регистрировались с государственным предприятием импроцентр. Зато сделки регистрились с жилищным комитетом мэрии Санкт-Петербурга, проектными инвентаризационными бюро. В настоящее время, опять же, с чего начинали, к тому и вернулись. Свидетельств у нас не существует. Их заменяет выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе права собственности. И даже предъявление документов правоустанавливающих продавца сейчас для регистрации сделки не обязательно, поскольку все эти сведения и документы должны содержаться в Росреестре. Соответственно, вторым действием является просмотр открытых сведений по объекту на сайте Росреестра. Ну, там все достаточно просто. Пишем в поисковике справочную информацию по объектам недвижимости, проходим по ссылке на сайт, вводим адрес объекта или, если известен кадастровый номер, то кадастровый номер. И попадаем на страницу сведений, в основном, которые сведения кадастровая, площадь, кадастровая цена, данные по учетам. А внизу есть строка права и ограничения. И видим там регистрационный номер или номера и даты регистрации каких-либо прав, которые зарегистрированы по данным объектам. Следующим действием является заказ выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Это может сделать любое лицо, и самый быстрый и простой способ сделать это в электронном виде на том же сайте Росреестра. С получением выписки на вашу электронную почту. Такие незаверенные выписки, а вам нужна, прежде всего, информация для начала проверки, а не официальный документ, получается в течение трех дней с момента поступления оплаты, поданного онлайн заявления. Если подготовка сделки требует достаточного времени, я рекомендую так заказать еще одну выписку, чтобы она вышла за максимально короткий срок до планированной даты сделки. Для чего это делается? Если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРН было зарегистрировано за другим человеком, или имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества, то приобретатель не может быть признан добросовестным. И лишается той защиты, которую ему предоставляет статья 302 Гражданского кодекса. Это определено в частности в постановлении Пленума Верховного суда номер 10 совместно Пленума ВАЗ номер 22 от 29.04.2010 года в пункте 38. Если вы смотрите для начального онлайн и не видите номера регистрации права по искомому объекту, то это может свидетельствовать о том, что ранее возникшее право на объект не зарегистрировано. Может быть, потому что вот этот раздел открытого доступа имеет справочный характер. Но если приходит выписка из ЕГРН, из которой следует, что в реестре сведения о зарегистрированных правах отсутствует, то это уже факт. Как правило, такие ситуации встречаются в отношении объектов, право собственности на которое было зарегистрировано до 1996 года. По идее, при создании регистрирующего органа все организации должны были передать сведения о зарегистрированных правах регистрирующих орган, но увы, в частности в Выборгском районе, часть документов куда-то подевалась. Ну вот последняя ситуация, в этом плане, с которой я столкнулся. Договор купли-продажи квартиры был зарегистрирован жилищным комитетом мэрии Санкт-Петербурга в 1994 году. Это была покупка, квартиру купили папа, мама, двое детей, все по одной четвертой доле. В марте 2017 года родители подарили свои доли детям, сделка родственная, нотариус выписку не запрашивал, удостоверил договор дарения. Подали на регистрацию, получает приостановку. Соответственно, для того, чтобы зарегистрировать, надо подать в МФЦ заявление о, так сказать, учете регистрации ранее возникшего права. И поскольку это регистрационное действие совершается одновременно с отчуждением имущества объекта, то даже госпошлину за это регистрационное действие платить не надо. Но если идет речь не о родственной сделке, а о приобретении объекта на рынке, я лично требую у продавца все-таки зарегистрировать ранее возникшее право до совершения сделки. Да, продавец при этом заплатит госпошлину для физических лиц 2000 рублей, для юридических 22, за исключением земельных участков для садоводства, огородничества, ИЖС, либо созданный на таком земельном участке объект недвижимости, там пошлина составляет 350 рублей. Но зато мы убедимся, что ранее возникшее право будет зарегистрировано без каких-нибудь ограничений и обременений. Пойдем спокойно на сделку. Следующим документом являются такие документы, как технический паспорт БТИ, ну или информация, которая содержится в выписке из ЕГЭН в разделе кадастров. Тут надо понимать, что данные часто инвентаризации технической и данные кадастров отличаются, хотя этого не должно быть, но так уж получается. И поэтому, если есть технический паспорт ПИП, наряду с выпиской кадастровым планом, может быть старым, все равно его стоит запросить, посмотреть. И обращать внимание на две вещи. Первое. Общая площадь объекта по кадастровым данным, техническим данным, отличается от общей площади, указанной в правоустанавливающем документе при регистрации права. И второй момент. И второй момент. Сведения о зафиксированных самовольных перепланировках. Если изменилась общая площадь объекта, надо выяснять причину этого, и как следствие анализировать возможность внесения новой площади в кадастры и въезд права. Ну, например, трехэтажный таунхаус был приобретен в долевом участии. Право собственности было зарегистрировано в 2002 году. Площадь объекта по правоустанавливающим документам и выписке из ЕГРН 289,5 метров. А площадь, указанная в справочной кадастровой информации, 295 метров. То есть общая площадь объекта увеличилась на 5,5 квадратных метров. Спрашиваю, были перепланировки, не было, так сказать, ну, говорю, надо с этим разбираться. Люди не послушали, тоже родственная сделка, подали на регистрацию документы, получают приустановку. В ней написано, как раз, что вот есть разница этих площадей, причем рост реестру неизвестно, откуда она взялась. Поэтому он приостановил на 3 месяца и будет запрашивать ПИП, ГУИОН о причинах вот этих разночтений. Соответственно, люди прибегают и говорят, идите в ПИП, получайте справки, получайте технический паспорт, приносят справку. Площадь увеличилась за счет все-таки самовольной перепланировки, про которую он и забыл. А в чем она заключалась, почему он забыл? Он устроил еще одну лестницу между этажами. И вот за счет того, что он прорубил, общая площадь увеличилась на целых 5 метров. Донесли эту справку в Росреестр, сделку зарегистрировали. Поскольку сама по себе самовольная перепланировка не препятствует регистрации, за исключением случаев, когда увеличились внешние границы. То есть, если внешние границы объекта не изменились, зарегистрируют сделку. Но если внешние границы изменились, то в регистрации сделки должны отказать. Ну, например, тот же самый таунхаус, если бы он взял, пристроил какую-нибудь там пристройку к этому таунхаусу, ему бы не зарегистрировали такие изменения, пока он не предоставил бы документы на землю, на которой стоит пристройка, договор какой-то, если это не ему собственно земля, и документов государственных органов по согласованию этой пристройки. Причем при наличии самовольной перепланировки, даже фактической, то есть я имею в виду ситуацию, когда по документам ее есть, но в наличии она, по документам ее нет, а в наличии она фактически есть. Ну, надо обязательно все равно разъяснять клиенту-покупателю все риски неблагоприятных последствий при приобретении такой квартиры. Поскольку то, что он эту перепланировку не делал, ничего не значит. Приобретает такую квартиру, он приобретает все риски и последствия неблагоприятных с этим связанные. Ну, а это, что в один непрекрасный момент можно получить требование районной администрации о приведении, так сказать, жилого помещения в прежнее состояние первоначальное. Соответственно, если это требование не будет выполнено, возможно, получение решения суда о приведении квартиры, жилого помещения в первоначальное. А если это решение суда не будет исполнено, то последствия это вынесение судом решения о продаже объекта на торгах с возложением на победителя торгов обязанности привести объект в надлежащее состояние. Вот я просматривал как бы на эту тему возможные решения суда, но их на самом деле по всей России настолько мало. Но это единицы. Потому что люди все-таки понимают, что их реально могут лишить собственности. Некоторые просто не верят, когда эти судебные процедуры начинаются, что у них заберут квартиру, даже если она единственная. Но когда они это понимают, то быстренько-быстренько все приводит в первоначальное состояние. Если покупатель, которого вы предупредили о последствиях, все-таки готов идти на риск, то надо анализировать, возможно ли в принципе эту перепланировку согласовать в судебном порядке. В судебном почему говорю? Если эта перепланировка уже зафиксирована, то есть сведения зафиксированы ПИБом, БТИ, то согласование в несудебном порядке через межведомственную районную комиссию невозможно. Только суд. Бывают ситуации, когда люди говорят, у нас перепланировка не зафиксирована, давайте мы ее без суда узаконим. Хорошая идея. Только как бы одним из документов, который подается для получения разрешения на перепланировку, является технический паспорт после обследования объекта сотрудниками ПИБа. Соответственно, если этот сотрудник фиксирует фактически выполненную самоумную перепланировку, МВК в согласовании разрешения на перепланировку отказывает и отправляется в суд. И тут в плане анализа надо изучать и применять постановление правительства Российской Федерации номер 47 от 28 января 2006 года. Называется оно «Об утверждение положения признания помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Номер 47 от 28.01.2006 года. Ну, в частности, вот, например, то, что мы часто встречаем, пункт 6 гласит, не допускается использование в качестве жилых помещений, помещений вспомогательного использования, а также помещения, сходящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Расшифровываем. Взяли, поставили предбанник в коридоре, прихватили кусочек коридора по, если ПИП будет описывать, он вот этот вот прихваченный кусочек, там где стоит ваша первая дверь, приплесует к квартире и будет считаться, что неправомерно увеличили общую площадь своей квартиры, потому что они этот коридорчик, ее площадь включат. Согласовать эту перепланировку невозможно, без согласия 100% собственников всех помещений и квартир этого многоквартирного дома, потому что это влечет уменьшение общей площади, места общего пользования дома. Или положение пункта 24. Размещение над жилыми комнатами уборной, ванной, душевой и кухни не допускается. Соответственно, если часто люди делают кухню в столовую, берут, сносят стену между кухней и какой-нибудь комнатой и делают такое общее помещение. Так вот, такая перепланировка к чему приходит? Что вот это вот все общее помещение объединенное будет считаться кухней. И если внизу там осталась жилая комната, то тогда эту перепланировку тоже невозможно согласовать и в судебном порядке, потому что получилось, что большая кухня частично будет расположена на ниже расположенной жилой комнаты квартиры. При этом, если внизу сделана перепланировка такая же, аналогичная, потому что очень часто они по этажу так вот делают, все же приходят к одному выводу. Но если она тоже самовольная, то суд ее тоже не примет во внимание, потому что суд не может основывать свое решение на незаконных обстоятельствах. То есть, получается, пока с первого этажа не начнут согласовывать свои вот эти вот объединения, последний этаж будет ждать. А более того, хочу сказать, что в последнее время отношение к суду, к узакониванию самовольных перепланировок, осуществленных граждан, про юрлиц я вообще не говорю, в последнее время стало более требовательным и жестким. Раньше мы знали, если перепланировка не затронула несущих конструкций, если не хапнули, не увеличили, не правомерно, не изменили внешние границы, если, как говорят специалисты, мокрые зоны остались над мокрыми, то положительное решение суда гарантировано. Теперь все не так просто. Ну, вот приведу свежий пример. Дело 2-2668, 2-2668, дробь 2018. Петроградский суд решение вступило в законную силу 21 февраля 2019 года. Так вот, суд отказал расставление квартиры в перепланированном состоянии и удовлетворил встречный иск администрации о приведении квартиры в прежнее состояние. Обстоятельства. Собственник сделал проект перепланировки, обратился к знакомому юристу, просил его сделать дальнейшее согласование. Юрист посмотрел проект, увидел, что несущие стены не трогают, общая площадь остается тоже, места общего пользования не перемещает. И говорит, да делайте работу, я вам потом в суде согласую. Ну, они, значит, сделали в основном работы, подали в суд, по их ходатайству суд назначил судебную экспертизу, которая установила, что перепланировка соответствует всем установленным требованиям, а прав третьих лиц не нарушает, угрозы жизни и здоровью граждан не несет. Правда, эксперт отметил, что часть работ выполнена в нарушении проекта. Нарушение очень пустяковое. Одна перегородка по проекту должна быть из ГИПРОКа, ее сделали из плит USB. И часть работ, предусмотренных проектом, не выполнена. Не установлены датчики пожарной сигнализации, пожарный гидран, который предусматривался проектом, который они сами сделали. Подчеркну, проект разработан был по заказу самого собственника, и никаких согласований не приходило, они сами его приложили к иску своему. И вот эти, казалось бы, мелочи позволили суду первой инстанции в законе о неперепланировке отказать, сделав вывод, что поскольку это вот так, суд не может утверждать о том, что полностью соответствует эта перепланировка и ничему не угрожает. К нам люди пришли после первой инстанции. Мы попытались спасти ситуацию, сделать все, что возможно. Срочно предписали собственнику установить пожарные датчики и гидрант, заказали экспертизу новую, причем заказали ее в том же экспертном учреждении, которое делало и судебную экспертизу. В Горсуд вместе с апелляционной жалобой предъявили эту экспертизу в качестве нового доказательства, обосновывая тем, что оно не могло быть предъявлено в суде первой инстанции, так как на момент рассмотрения дела там, а перепланировка не была еще завершена, эти работы привели себе с собой Горсуд-эксперт. Надеюсь, что его смогут допросить в качестве свидетелей, предупредив в уголовной ответственности. Имеется в виду того эксперта, который делал вторую экспертизу. Все напрасно. Горсуд отказал. Ну, не для протокола, а сказал. Все надо делать вовремя. Из ваших косяков мы не будем рубить решение суда, которое, по сути, считаем правильным. Ваш поезд уже ушел. А эта перепланировка, на секундочку, обошлась людям более чем в полтора миллиона. Всего-то надо было в свое время потратить пару месяцев на законное согласование. Ну, и вот вопрос, конечно, о цене юридической ошибки. Здесь он дальше, конечно, не знаем, что делать. Причем администрация на нашей стороне. Пытаемся заключить уже мировое соглашение в исполнительном производстве. Ну, в общем, очень неприятная ситуация. И люди очень, конечно, серьезно попали. Ладно, пойдем дальше. Для земельных участков, помимо площади, важность представляет сведения о категории и виде разрешенного использования земельного участка. Что видно или из свидетельства, или из выписки ИГРН. Сведения об установлении границ участка. Сведения о кадастровой выписке или межевое дело, если межевание проводилось. И сведения о градостроительных ограничениях и замировании территорий, которые являются публичными. Ну, что тут важно. Если граница участка не установлена, регистрация вполне себе проходит, такие без установления точных границ, без выносових в натуре. Ну, возможны споры с соседями, так сказать, если кто-то куда-то залезает. Если приобретают участок для коммерческого использования, вот тут надо смотреть зонирование территории, чтобы сопоставить виды разрешенного размещения объектов на земле и вообще планы покупателя на освоение в будущем приобретаемого земельного участка. Если участок приобретается для строительства жилого дома, надо смотреть градостроительные ограничения. Это водоохранные зоны, особо охраняемые территории, разрешенную высоту застройки. Вот пример. Вот лет 10 назад столкнулся с такой ситуацией. Есть свидетельство о праве собственности на землю. Категории земель, земли населенных пунктов, разрешение использования для строительства жилого дома. Водоохранная зона есть, но дает место для строительства за ее пределами. Но построить ничего нельзя, так как разрешенная высота застройки установлена 0 метров, 0 сантиметров, 0 миллиметров. Такие участки есть в зоне Суздальских озер в Выборгском районе. Люди доходили до Верховного суда, потому что получилось так, что у них есть свидетельство о праве, у них есть собственность, дающая им право строить жилые дома. Потом администрация опомнилась, увидев хаотическую застройку зоны Суздальских озер и установила высоту застройки 0. Все устоял. И вот люди остались с такими земельными участками с разрешенным видом застройка, строительства жилого дома. Ну там получается только землянку можно выбрать. И то не везде. Ну вот теперь собственно о том, что Сергей Викторович говорил, это новый закон о садоводствах, ну вернее как они сейчас точно называются, садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Номер закона 217 ФЗ от 29.07.2017 года, ну последняя редакция от 03.08.2018 года. Называется о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Естественно я не буду рассказывать о всем законе, как бы времени мало, но в части темы сегодняшней лекции, в части проверки экспертизы документов надо учитывать следующие новации. На садовом участке могут быть размещены садовые дома, жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки, в котором закон относит сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки, в том числе временные, предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд. На огородном земельном участке могут быть размещены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Очевидно мы видим, что в плане размещения объектов недвижимости на садовом участке фигурирует и садовый и жилой дом. Определение садового дома дано в самом законе и звучит так. Здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. Определение жилого дома дано в пункте 39 статьи 1 градостроительного кодекса. Это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более 3, высотой не более 20 метров, которая состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Последняя фраза это, чтобы на садовых участках не строили многоквартирные дома, которые сейчас успешно сносят, а люди успешно страдают, которые умудрились влезть в эти стройки. По большому счету, основное, что отличает садовый дом от жилого, это система топления, ну и хоть какая-то кухня. Системы канализации и водоснабжения могут отсутствовать. В России миллионы жилых домов в деревнях, в глубинке, где этих систем нет. Даже электричества может не быть, не говоря уж газе. А вот система отопления вещь обязательная. Конечно, у нас не найдешь дома без электричества, но туалет на улице, колодец во дворе, это вполне себе обычная ситуация. При этом сейчас вот самый востребованный вопрос у людей по этому поводу, это вот старые свидетельства, где у них регистрировались садовый дом, да еще в качестве нежилого сооружения. Спрашивают, а вот в плане этого нового закона, что делать? Да очень просто. Перерегистрировать их сейчас не проблема. Порядок установлен все тем же постановлением номер 47, о котором мы уже говорили. Там сказано, что садовый дом признается жилым домом или жилой дом садовым на основании решения органов местного самоуправления, муниципального образования, в границах которого они расположены. Ну и соответственно установлено, что он должен сделать, там заявление, документ, выписка и заключение по обследованию технического состояния объекта. На практике идешь в ПИП, в БТИ, заказываешь эту услугу, они там все уже это делают, готовы и нет никаких проблем для того, чтобы такое заключение получить. И они в нем описывают, что данный садовый дом соответствует таким-то требованиям технического регламента установленного о безопасности здания и сооружения. Еще одна проблема, которая встречается, когда ставили садовые дома, которые числились нежилыми сооружениями, их можно было ставить ближе к границе, ближе трех метров к границе земельного участка. А для жилых домов эта минимальная норма ближе нельзя. То есть и многие не могут перерегистрировать по той причине, что пожарные нормы расположения границ не позволяют им получить это заключение в соответствии с этого жилого дома. Ну вопрос какой? Варианты решения. Либо двигать дом, либо двигать границу земельного участка. Докупаю у соседа там какие-нибудь 50 квадратных метров. Кстати, законом установлено, что введение садоводства и огородничества может осуществляться гражданами без создания товарищества. Так что не удивляйтесь, встретив в ближайшее время отдельно расположенный земельный участок, где вообще нет никакого садоводства. Соответственно, при проверке мы эту всю информацию анализируем. Мы понимаем, что мы можем купить садовый дом, если мы убедились в том, что человеку не нужен этот дом в качестве жилого. А разница только в чем? Можно прописаться, зарегистрироваться по месту жительства в индивидуальном жилом доме, расположенном на садовом участке. Если дом останется садовым, то, соответственно, зарегистрироваться там будет нельзя. И второй момент, если ему там регистрация нужна и он желает, чтобы этот дом был в ИЖС, тогда лучше сразу получить заключение ПИБа и понимать, что после покупки с этим заключением можно пойти и перерегистрировать этот дом на ИЖС. Вот по большому счету основное, то, что касается темы по поводу вот этих новаций, сейчас идут эти процессы, кто-то перерегистрирует, кто-то нет. Там какие-то товариства приводят свои документы в соответствии с законом, какие-то нет. А дач уже, как вы поняли, у нас не существует. Очевидно, все дачи это будут садоводства, потому что, ну, огородничество, я не знаю, кому это сейчас нужно. В Санкт-Петербурге, в Гленобласти точно, наверное, никому. Теперь возвращаемся к жилым помещениям, это и жилые дома и квартиры. Для жилья важным документом является справка о регистрации по форме 9. Из нее мы узнаем не только о лицах, которые зарегистрированы в объекте, либо постоянно, то есть по месту проживания, или временно по месту пребывания. Но можем увидеть также, что в жилье зарегистрированы дети, оставшиеся без попечения родителей, или лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными. Конечно, эта информация должна содержаться и в выписке ЕГРН, но на практике бывают случаи, что до Росреестра не дошло, а в форме 9 эти средние содержатся. А мы знаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса, отчуждение такого жилого помещения производится с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Нюанс. Если мы видим в форме 9, что там в квартире зарегистрированы несовершеннолетние, обычные, которые не находятся под опекой, соответственно, нам не нужно для совершения сделки получать разрешение предварительного органов опеки и попечительства. Однако, если в результате совершенной сделки такие дети окажутся на улице, то такая сделка может быть признана недействительной, как сделка противной основам правопорядка и нравственности. Об этом говорит постановление Конституционного суда Российской Федерации номер 13-П от 8.06.2010 года, определение Верховного суда номер 5-КГ 13-88 от 15.10.2013 года. Или сделка может не быть оспорена, но за детьми будет признано сохранено право пользования отчужденным жилым помещением, что также не порадует вашего покупателя, который покупал для своего проживания, а не для проживания детей-продавца. Тут можно сослаться на определение Верховного суда номер 4-КГ 13-2 от 16.04.2013 года. Поэтому тут уже надо выяснять, куда поедут дети. Что-что? Еще раз повторить? А вот начиная с постановления номер 13. Номер 4-КГ 13-2 от 16.04.2013 года. Еще, пожалуйста, постановление 13-П. Пять предыдущие 5-КГ 13-88. Еще есть ряд особенностей проверки объектов. Еще раз повторить номер конституционного? Так, постановление конституционного суда 13-П от 08-06-2010 года. Теперь есть ряд особенностей объектов в зависимости от оснований приобретения права собственности. Первое. Приватизация жилья. Тут надо учитывать положение статьи 19 Федерального закона о введении в действие ЖК РФ, номер закона 189-ФЗ, который устанавливает, что члены семьи собственника или бывшие члены его семьи, которые на момент приватизации жилого помещения имели с собственником равные права, но не приняли участие в приватизации по любым причинам, то есть были прописаны или были включены в ордер или договор соцнайма, но по тем или иным причинам в приватизации участие не приняли, в том числе и отказались от участия приватизации. Такие лица сохраняют свое право пользования помещения в случае отчуждения его собственником, причем это право никаким временем не ограничено, можно его смело назвать пожизненным. И это право может быть прекращено только по их воле. Живут они там, не живут, поскольку очень трудно бывает доказать, что человек перестал жить, а это право сохраняет. Мы идем в суд, а он туда приходит или пишет бумагу о том, что у меня конфликтные отношения, и я лишен, возможно, а это уважительная причина отсутствия в жилом помещении. Поэтому удавалось только это право прекратить в редких случаях, когда люди уезжали в другой город, где имели место жительства, работу, куда ходили там, ну, как бы, где они там постоянно находились, или создавали новые семьи, или уезжали в другую страну. Во всех остальных случаях отказы, просто отказы и отказы. Поэтому, если такие лица в объекте зарегистрированы, покупать жилое помещение можно только при условии совершения такими лицами нотариального удостоверения заявления до совершения сделки о том, что им известно о предстоящей продаже, и они обязуются добровольно прекратить свое право пользования объектом, сняться с регистрации в течение такого-то строга и освободить его. Если они такое заявление дают, но не выполняют, то тогда мы идем в суд и указываем не в связи там с продажей объекта, а и в связи с тем, что покупка состоялась, и покупатель их высылается, ссылаясь на такое нотариальное. Зная, что было дело такого рода, что человек дал нотариальное согласие, сделка прошла, он его отозвал. В его требованиях отказал суд и признал это злоупотреблением своим правом. То есть, на основании тебя добросовестный покупатель приобрел жилье, а теперь ты вдруг передумал. Второй момент. Если у нас правоостанавливающим документом является договор купли-продажи. Ну, тут первое, что выясняем, были ли среди продавцов несовершеннолетние или, может быть, там, недееспособные, ограниченные дееспособности. И пытаемся проверить, были ли выполнены условия разрешения органов опеки, которые давалось. Не забываем, что с 1 января 2017 года у нас действует обязательно нотариальная форма при отчуждении имущества несовершеннолетнего. Дальше. Иногда бывает это не проверить, если прошло много времени с этого момента, потому что люди могли выполнить условия и потом поехать дальше. Мы, допустим, пытаемся заказать выписку из играми, посмотреть онлайн, а там уже зарегистрированы другие лица. Но тут уже вопрос рисков. Как бы, если наши такие следственные действия не привели к результату, мы предупреждаем покупателя о том, что, извините, риск есть. И если действительно пострадали несовершеннолетние дети, то у нас сроки исковой давности могут быть очень большие. Причем, даже если мы говорим о специальных сроках исковой давности, там, по оспариванию сделок 1 год, надо понимать, что если за ребенка действовали родители, то, а он у нас процессуальную полноценную правоспособность принимает 18 лет, то вот этот срок исковой давности, хоть год, хоть три, может исчисляться судом с момента достижения им совершеннолетия. Потому что он будет судиться в том числе и со своими родителями, которые при совершении сделки грубо нарушили права. И такие ситуации были. Как бы, оспаривалась цепочка, три года шел суд, три года шел суд, а потом опомнился и арестовал квартиру. Спустя три года, когда это было еще 10 лет назад, как бы, срок исковой давности тогда, на момент, ну, не срок исковой давности, а с момента оспаривания сделки прошло 8 лет, а прокуратура опомнилась. Вот. Ну, там удалось сделать такую вещь. Дело в том, что это все случилось в момент расселения коммунальной квартиры, и в результате дети из двух комнат, где они не получили право собственности в результате предыдущей цепочки, уезжали, должны были уехать в двухкомнатную квартиру. Собственно, арест суда случился во время регистрации отчуждения этих двух комнат, которые были оформлены на мать, и приобретения на нее этой двухкомнатной квартиры. Спасли ситуацию следующим, удивительно, что это получилось, но спасли ситуацию следующим образом. Переиграли все, квартиру двухкомнатного приобретения оформили на детей, обратились в муниципальный совет по месту жительства детей, и, как бы, объяснили, что в случае удовлетворения иска, предъявленного прокуратурой, дети получат по одной шестой доле трехкомнатных расчетов. И если же сделку, вот эту всю историю, похоронить и разрешить закончить сделку, то они получают по одной второй доле двухкомнатной квартиры. Депутаты услышали, в суд пришел представитель органа попеки и совершил отказ от иска, предъявленного прокуратурой. Ну, главное, прокурор у нас не истец процессуальный, а в данном случае исцом являются несовершеннолетние дети, поскольку у них есть конфликт интересов с их родителями, лишившие их собственность, то представлять их интересы должны как раз органы опеки и попечительства. Ну, я вам хочу сказать, что такого лица прокурора я с тех пор больше никогда не видел, вот в момент этого заявления, в общем, в суду все было объяснено, суд принял отказ от иска, прокуратура это дело все равно обжаловала, но и в суде эта ситуация уставила. Ладно, теперь возвращаемся, заканчиваем лирическое отступление, мы без перейла уже, да, работаем? До двух часов. До двух. Значит, выясняем, стараемся выяснить, оплатил ли собственник, наш продавец, будучи покупателем предыдущей сделки, цену объекта. Хотя отсутствие оплаты по предыдущей сделке само по себе не может привести к изъятию объекта у добросовестного приобретателя, потому что у него, как мы знаем, объект может быть изъят только в случае, когда объект выбыл из владения надлежащего собственника помимо его воли. Но мы же это делаем проверку не для того, чтобы у нас случился суд, и мы доблестно его выиграли, да. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас покупатель приобрел объект, а не судебный процесс, даже если он будет успешным. Поэтому проверить этот момент стоит для того, чтобы быть спокойным, что не объявится у нас предыдущий продавец с исковыми требованиями о расторжении сделки в тот момент, когда мы будем совершать свое. Далее. Если у нас с правоостановщим документом является договор дарения. Ну, первый вопрос. Пытаемся понять, что это за дарение, есть ли родственные отношения между дарителем и одарением. Если я не понимаю, по какой причине человек подарил свою единственную недвижимость постороннему лицу, я лучше от приобретения такой недвижимости, если я не получаю ответ на этот вопрос, подтверждениями, лучше откажусь. Если мы говорим про долю, ну, тут в 80% случаев дарение является притворной сделкой, прикрывающей продажу доли третьему лицу в обход права, преимущественное право покупки сособственников доли. Тут надо учитывать, что установлен специальный срок исковой давности по требованию о переводе на пострадавшего сособственника прав и обязанностей покупателя в соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса этот срок исковой давности составляет 3 месяца со дня, когда пострадавшему собственнику стало или должно было стать известно о нарушении его права. При этом этот пострадавший собственник не может просто заявить иск о признании сделки недействительной в дарении или применения последствий недействительности ничтожной сделки отдельно. Об этом, опять же, уже говорили мы про совместный пленум Верховного суда 10, ВАЗ-22, истец не имеет права на удовлетворение такого требования, как признание сделки недействительной в качестве самостоятельного, поскольку он должен совместить требования о применении последствий недействительности притворного дарения только в совокупности и совместно с требованием о переводе прав и обязанностей покупателя на себя по сделке купли-продажи, которая прикрывалась дарением. И в результате срока исковой давности по этому комплексному иску также составляет 3 дня с момента, когда стало известно и должно стать известно. 3 месяца? Да, 3 месяца. 3 месяца, извините. При этом надо не просто говорить, что вот он прикрыл. Моя практика показывает, что никакие косвенные доказательства, например, публикация рекламы, что продавалась эта комната, не являются достаточными для того, чтобы суд посчитал сделку дарения притворного. Это могут быть только прямые, преимущественно письменные доказательства, которые не только подтверждают факт совершения сделки, прикрытой дарением, но и доказывают, за какую цену эта доля отчуждалась, продавалась. Успешных таких случаев немного, но в одном из таких успешных случаев удалось этот иск удовлетворить, поскольку суду были представлены копии договоров дарителя и одаряемого, которые они подписывали с агентством недвижимости, где было описано, за какую цену продавец продает, а покупатель покупает. Это был внутренний документ, они подписывают, они с агентством недвижимости все равно это подписывают, потому что они оформляют сделку дарением, но агентству недвижимости надо брать проценты с чего-то, но они контролируют факт передачи денег. То есть только ради агентства? Не только ради агентства, потому что на самом-то деле все равно что-то пишется. В данном случае, я просто не договорил, это был комплекс, там были договоры о намерении, агентские договоры с агентством, но это была совокупность в числе других доказательств. Вторым доказательством, это были показания агента, который выступил свидетелем и подтвердил, что передавались денежные средства, так сказать, через ячейку. А в ответ на запрос суда, был из банка, через ячейку которого они проводили свою сделку, получены копии договоров, из которых следовало, что покупатель вносил пакет, который, назовем так, одаряемый, вносил пакет, который даритель получал после того, как сделка будет зарегистрирована, он выпишется и по акту приема передачи передаст эту долю. Да, то есть было вытащено все наружу, и вот тогда, причем, как я понял, суд, главнейшим документом было как раз соглашение с агентством, где была указана цена сделок, потому что, да, суд должен указать, ну, как бы при переводе прав и обязанностей на сособственника, этот сособственник должен несостоявшемуся покупателю выплатить ту сумму, которую он платил в этой притворной сделке. Причем, сразу, если кто не знает, что это для того, чтобы этот иск удовлетворить, вся эта сумма должна аналогично уплатив госпошлиной, должна быть заплачена до вынесения судом решения, чтобы тот покупатель, одаряемый, которого права собственности лишили, денежные средства свои получал не от кого-то, а от государства. на основании решения суда. В неуспешном случае, значит, были представлены и факты рекламы объекта, что она рекламировалась комната за определенную цену, и были доказаны факты показов комнаты потенциальным покупателям с помощью свидетелей. Но даритель пришел в суд и спокойно пояснил, что действительно пытался продать комнату, но как-то на выходные он поехал на рыбалку, выпал из лодки и начал тонуть. Мимо проплывал, одаряемый, и спас ему жизнь. Поэтому он от продажи комнаты отказался и решил в знак благодарности подарить ее своему спасителю. Учитывая, что даритель был детина за два метра ростом и весом килограмм за сто, а спасителем являлась крупкая девушка ростом полтора метра и весом сорок пять килограмм, то смехом довелись и судья, секретарь, адвоката. Но смех с веком, а решение суда в иске отказать, поскольку не доказал истец факт совершения между дарителем и одаряемым возмездной сделки. Далее, самая нелюбимая моя часть – свидетельство о наследстве. Ну, или, как мы знаем, теперь может быть наследственный договор в качестве правовосстанавливающего документа. Вот тут беда полная, потому что проверить общее количество тех, кто может претендовать на наследство, в принципе, невозможно. Нотариусы не производят розыск потенциальных наследников. Круп наследников восстанавливается со слов того наследника, который вступает в наследство или первым обратился. Все, что делает нотариус, это размещает сведения об открывшемся наследстве на сайте Федеральной Нотариальной Палаты Российской Федерации. О решении судов, восстанавливающих в шестимесячный срок принятия наследства, пропущенные по уважительной причине, на много лет, приходилось и 10, и 15 встречать достаточно, особенно если эти наследники жили в других государствах, и уважительной причиной пропуска является то, что они просто не знали о смерти наследодателя. Некую защиту предоставило в 2012 году постановление Пленума Верховного Суда номер 9 от 29.05.2012 года, называется «Судебные практики по делам и наследованию». 42-й пункт этого постановления Пленума гласит, «Если при принятии наследства, после истечения установленного срока, восстановленного судом, возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия его у наследника, своевременно принявшего наследство, то есть произошло отчуждение, независимо от причин, по которым наступила невозможность возврата имущества в натуре, наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право лишь требовать от наследника, своевременно принявшего наследство и продавшего его, денежную компенсацию своей доли в наследство». То есть, по крайней мере, не заберут долю у добросовестного приобретателя, который спокойно покупал, ему продавал лицо, которое унаследовало это имущество, есть свидетельства, есть регистрация, никаких обременений. Тогда пусть вот эти два наследника между собой за деньги судятся. Это великая вещь, жаль, что это не закон, потому что сегодня у нас позиция Верховного Суда одна, а завтра она может быть совершенно другой. Но и тут надо понимать, что могут быть исключения. Например, можно сослаться на определение Ленинградского областного суда в том же далеком 2012 году. Там в нем сказано, поскольку со стороны наследника, принявшего наследство и продавшего его, имело место злоупотребление правом при наследовании, он намеренно скрыл наличие второго наследника, в первую очередь, который к тому же еще и в местах лишения свободы находился, и по этому причине не мог принять в течение шестимесячного срока наследство, потому что не знал о смерти наследодателя. То для правильного рассмотрения разрешения заявленного спора не могут применяться разъяснения, изложенные в пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда номер 9. Поэтому риск объявления таких наследников существует, и никакой возможности достоверно, однозначно установить, сколько же было наследников, их нет. Тем более, что мы знаем, что к числу наследников может еще и ежединиться, привлекаться. А с 2017 года я еще начал проверять и сам факт выдачи свидетельства о наследстве, чего не делал уже много-много лет. Поводом послужило судебное дело, в котором мы оспорили право собственности, применяя последствия недействительности ничтожной сделки. Свидетельство оказалось поддельным. Причем изготовлено было на подлинном нотариальном бланке. Прошло государственную регистрацию. Можете, кому интересно, посмотреть. Решение выложено на сайте Красногвардейского суда. Дело номер 2-3202, дробь 2017. Что-что? Когда подделано было, там оно было подделано, если не память не изменять, в 2015 или 2014 году. Уже давно это дело было, 2 года прошло уже. Просто я уже давно не встречался, вы же понимаете, это непростую письменную форму нарисовать. Бланк был подлинный. Был утрачен при переезде на нотариальной палате Санкт-Петербурга из одного места в другое. Утрачен, чтобы не сажать. Подпись была совершенно качественная, печать, но не придраться была. Много выпадает? Нет, немного, но так могу сказать, что тут нотариус, который был вызван в суд, даже явился лично, чего они резко делают, обычно отписками ограничиваются. И в разговоре с моим помощником сказал, что это уже восьмой случай. Но то ли была некачественная подделка, в общем, у Росреестра, у регистратора возникали вопросы, и он ей звонил. И там ни одно не пропускало. Она смотрит по реестру и видит, что она не выдавала такого свидетельства. И там люди не пострадали. Там регистрация сделки была отказана. А вот это проскочило. Понимаете? А как проверить нотариусу ответить? А самое простое. Я вот промеряю. Есть нотариус, с которым я уже сотрудничаю 15 лет. Я подхожу и говорю, уважаемый, любимый, дорогой, проверь. Ну и все. Звонит нотариус нотариусу. Их всего 263 человека, они все друг друга знают в городе. И получают ответ. Ну и теперь у них есть этот, как они, да, енот, как они его называют. Они по еноту могут пробить. Как бы, да. Друга-то есть, конечно, не шоу, но в конце концов можно официально относиться, к которым нельзя надо делать, для этого бывает. Можно. Вопрос времени. Тут ты тратишь 20 минут, а, как правило, вот это все сопровождение. Это всегда спешка. Вот давай-давай. Быстрее-быстрее. Хотя недвижимость категорически спешки не любит. Все глупости делаются именно в спешке. В плане недвижимости это уж точно. Так вот, как бы, ну, либо вариант второй, если, как бы, я вот уже просто говорю, делайте сделку нотариально. Да, вот, по крайней мере, у нас нотариусы несут серьезную ответственность и застрахованы на серьезные суммы. Во-первых, если вы делаете, вот в такой ситуации, покупая наследственную квартиру, делаете нотариально, то он и факт выдачи свидетельства проверит однозначно, да. Ну, и хоть какая-то защита, даже если вы покупаете квартиру в чек, там, или объект в частной собственности, то есть вы можете делать в простой письменной форме договор купли-продажи. Но если я вижу, что там свидетельство о наследстве фигурирует, я все-таки делаю нотариальную форму сделки и объясняю людям, что лучше потратиться на дополнительные расходы, поскольку какая-никакая защита появляется. Такое же бывает, да, у меня было такое дело, там вообще был швах, потому что, ну что, молодой парень, глава, как у меня, уши, нос картошкой, качество фотографии, паспорта, нотариус в суде говорила, да это он, там, он пальцем тычет. Вот, смогли доказать только потому, что на день совершения сделки, он, работая вахтовым методом, находился на буровой, куда добраться можно было только вертолетом. И нам повезло доказать, что он физически не мог присутствовать в Санкт-Петербурге, потому что находился на этой буровой. Иначе экспертиза почерковеческая не смогла определить. Она ответила, ну, невозможно не утверждать то, не утверждать это. Причем их там было две, оба эксперта сказали, что, ну, одна роспись, подпись там, 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 то есть еще и похоже подписываться. Да, может, подпись, знаете, у людей подпись там бывает, ее подделать там. Так что, вот, благодаря этому, бывает кто-то и доказать не может, так что исключить этого нельзя. А вот, если человек находился здесь, поэтому, да. А если человек потом оказался в паспорте? По паспорту которого делали сделку, ну, вы знаете, тут большой вопрос. А он мог бы пропасть и после того, как совершил сделку? Тут вопрос доказать, когда он пропал. А это, как правило, недоказуемо. Вот. Какие слова нельзя предъявить? По экспертам? Чья это? Ну, слушайте, эксперты не всегда, не всегда. Ну, у каждого свои характеристики почерка. Да, у человека могут отсутствовать такие явные. Ну, слушайте, я вам говорю про конкретное дело. Какое-то дело легко разрешается, потому что почерковеды уверенно отвечают, что это выполнена подпись другой рукой. И все, дело выиграли. А тут-то засада была именно в том, что нотариус говорит, это он. Почерковеды ничего определить не могут. И как правду-то доказать? Смотри, пожалуйста, а там паспорт-то как у иного лица оказался? Ну, на самом деле, уезжая на три месяца работать, он решил, чью квартира будет в пустую стоять. С дамкой я ее арендатором. Нашел арендаторов, которые мы заплатили сразу за три месяца вперед. А было это в те годы, когда он ехал поездом, когда еще без паспорта можно было проехать в поезде и купить билет, приобрести. Соответственно, приехав на место уже, он обнаружил, что у него нет паспорта. Потерял, похитили. Я думаю, что, скорее всего, похитили. Потому что, скорее всего, именно эти арендаторы, имеющие доступ в квартиру, эту всю аферу и организовали. Но это же теперь не установить. Да. У меня была история. Старушка продала квартиру в сентябре. Прошло два года. Ее выловили в неверку. Утопленницу. Утонувшую выявили. То есть, через два месяца после смерти, после того, как ее убили, она подавала квартиру. Все документы выловили. То есть, если бы ее не выловили, если бы ничего не выловили, ничего бы не было. Ой, можно тоже я расскажу? Тоже потрясающий случай. А у старушки случилась старческая деменция. От нее пять лет страдал весь дом. Ну, вы понимаете, что это такое. И как трудно госпитализировать принудительно такого человека в наше время. В общем, в результате неоднократных попыток там было трудно. Неоднократных попыток она настолько захламила квартиру, что, извините, даже не могла добраться до туалета. И, извините, свои естественные потребности летом на улице, а зимой на личной площадке. Представляете, каково было жильцам. И она поссорилась со своими родственниками, там, в завещании она оставила жене мужа. Муж умер, и она оставила его в завещании его в доме. И в результате болезни даже перестала общаться. Так вот, ее смогли госпитализировать, когда уже пытались проникнуть в ее квартиру сотрудники полиции. И она стала кричать, что обольет себя бензином и подожжет. И поскольку был риск ее самой жизни, ее смогли принудительно госпитализировать. Ее спортсово Степанова два года лечили, потом отправили в ПНД. ПНД ее лишило дееспособности, и она умерла в ПНД. Так вот, эта наследница идет наследовать. Нотариус запрашивает сведения, и приходит ответ, что собственником является этой квартиры некая Жданова. Кто такая? Начинаем разбираться. Оказывается, в 2005 году эта несчастная больная подписала простой письменный договор о линии квартиры. И он впоследствии был зарегистрирован. Повезло чем? Что подставное лицо, которое действовало по договору этому в качестве одаряемого, она тоже умерла. И мошенники, которые это все организовывали, не смогли перепродать добросовестному покупателю эту квартиру. Мы ее смогли остановить и это все отыграть обратно. Это дело запоминается мне по двум обстоятельствам. Во-первых, я был настолько уверен, что при такой доказательной базе, при таких медицинских показаниях, там, а в Скворцова Степанова она попала в 2007 году, в 2007 году она была госпитализирована принудительно. Что я был уверен, что однозначно судебная психиатрическая экспертиза скажет, что она была на момент совершения сделки не способна осознавать свои действия. Что же вы думаете? У нас не было ответчика, я вот судился с судью, адвокатами, все. Приходит экспертиза, где эксперты пишут, невозможно установить, что она, а причина в чем? Оказывается, деменция может стремительно развиваться, она может развиться за полгода, даже за несколько месяцев. И я такой думаю, да как же я это, маханулся, быстренько попросил судью о назначении повторной экспертизы, допросили свидетелей, они пришли, порассказывали, как они жили. Это ужасно, конечно. Назначили повторную экспертизу уже в Москве, и уже повторная экспертиза, базируясь на показаниях свидетелей, сделал уверенный вывод. А почему это еще было важно? Я же думаю, мы запросим копию договора, ну как бы договора, оригинал запросим даже в рост иест, и второй момент, доказать, почерковическую экспертизу, были прижизненные там образцы почерка. Что же вы думаете? Второй момент, почему мне это заполнилось решение. Рост иест отвечает, не сохраняется. Вот, вот и все. Нет договора, регистрация есть, а договора самому нет. И все. Поэтому... Российская человеческая безалаверность, понимаете? Человеческий фактор исключить нельзя. Там есть люди, которые хранят эти архивы, да, причем мы знаем, что у нас бумажный архив, бумажный документ имеет преимущество перед документом электронным. При прочих равных условиях. Ну, тем не менее. Ладно. Лирические отступления. Так, дальше. Про приватизацию поговорили. Про наследование попечалились. Так. Проверка субъекта. Ну, то есть самого продавца. Первое. Проверяем отсутствие открытых исполнительных производств. Просто сайт ФСПП. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Юрлицо, наименование или агрария. Для чего? Уже давно судебные приставы, которые должны исполнять решение о взыскании денежных средств, активно выносят запреты отчуждения объектов недвижимости или ареста. По суммам, абсолютно несопоставимым со стоимостью недвижимости, в отношении единственной недвижимости, на которую, как вы знаете, не может быть обращено взыскание по денежным взысканиям. Это эффективная мера воздействия на должника. И наиболее активные приставы стали ее применять после выхода постановления Пленного Верховного Суда номер 50 от 17.11.2015 года, в котором определено, что установление запрета на распоряжение жилым помещением, являющимся единственным местом проживания должника, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, сами по себе не могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты судебным приставом и исполнителем в целях распрепятствования должнику распорядиться данным имуществом в ущерб интереса взыскателей. И прав должника не нарушают, поскольку никакого обращения взыскания на имущество не идет, а ему просто запрещают совершать ряд определенных действий. Не верят люди, вот недавно была ситуация, я как бы тоже говорю, ребята, у вас 5000 штрафов автомобильных, заплатите. Да ну, не может быть, не может быть. Он убедил все-таки, потому что принес им конкретное решение суда, почитайте. Не верят, что из-за 5000 могут, извините, им запретить продавать свою единственную недвижимость. Также, поскольку любой судебный процесс, как мы уже говорили, может в любой момент разрядиться какими-нибудь обеспечительными мерами, проверяю по сайтам судов наличие исков, предъявленных к собственнику, продавцу квартиры. Ну, сайты мировых, районных судов. Район надо проверять и по адресу объекта, а если продавец в нем не прописан, а прописан по другому адресу, то и по адресу проживания продавца на всякий случай. Также, так сказать, есть сайт банкротов у нас, да, сведения о банкротстве на всякий случай проверяем. И проверяем через арбитражный суд, в том числе физических лиц, по заявлениям о банкротстве физического лица, который, как вы знаете, предъявляется в арбитражный суд. Это самое простое, потому что у нас один на весь Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С районами сложнее. Ну, и не забываем такие банальные вещи, как проверка действительности общегражданского паспорта. Есть тоже сайт ФМС, где есть такая услуга онлайн, сервис проверки. Ну, и не забываем про сроки действия паспорта, установленные постановлением правительства 828. Паспорт выдается с 14 до 20 лет действует, с 20 до 45 лет, дальше без ограничений. И помним, что недействительный паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотрены указанным постановлением. Я такой паспорт не так давно развернул. Там был штамп, расставленный еще 2012 или 2011 годом о пересечении российско-украинской границы. Они прямо в паспорт лепили этот свой штамп. В результате сделали человеку недействительный паспорт. В смысле паспорт? Нет регистрации в паспорте у человека? Не страшно. Указывается последнее место регистрации, последнее известно. Нет никакого. А временная регистрация есть? Вообще ничего нет? А как он паспорт получил? Нет. Ага, вы видели такой паспорт? Ну, хороший вопрос. Я не видела. Я поставила студию, открыть паспорт и дать на процессе. В 15 минут мы начинаем процесс. Дайте паспорт, я не знаю, как это будет. Понятно, понятно. А я тебе сразу сказала, паспорта не будет регистрации. Не было. Ну ладно. Все бывает в нашей жизни. В России живем, а не в Америке. Так, значит, проверка долгов. На самом деле, как бы, ну, чтобы человек не купил объект с накопленными долгами. На самом деле, все долги по эксплуатационным коммунальным платежам, в принципе, не переходят на покупателя. Они остаются долгами продавца за одним исключением. Это отчисления на капитальный ремонт. Пункт 3, статья 158 ЖК. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений с момента возникновения права собственности на помещение в доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику, переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт. В том числе и не исполненная предыдущим собственником обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт. Поэтому, не говорю уже о том, что в отношении злостных должников, у которых нормальные люди купили квартиру, в некоторых паспортных службах пытаются всякими нехорошими действиями отказывать, выдавать форму 9, иногда заставить их оплатить чужие долги, но при нормальном подходе умения человека отставить свои права, от этого всего можно отбиться. Но вот долги на капитальный ремонт, обычно они в розовой квитанции, там есть строка за задолженность, есть дома, где они платятся отдельно, но там просто отправить продавца получить справочку в свою управляющую компанию о том, что у нее нет задолженности. Теперь, мы уже проговорили про всякие психиатрические вещи, так вот, по поводу отправки продавца, ой, за справкой о состоянии на учете в ПНД и НД, то есть психоневрологические и наркологические диспансеры. Ну, глупо, это дело абсолютно... Нормологические, не надо. Да, ну, состояние на учетах у нас дело добровольное еще с 2008 года, и справка об отсутствии, она ни о чем не свидетельствует. Если у вас возникли сомнения в адекватности продавца ввиду, там, преклонного возраста или неадекватного поведения, то лучше провести его амбулаторное свидетельствование на предмет возможности участия в сделке недвижимости у врача-психиатра. Некоторые районные ПНД эту услугу оказывают, и, насколько я знаю, две из трех, по-моему, психиатрических больниц города тоже такую услугу делают. Почему в день? Ну, потому что вот есть заболевания такие, ну, как, например, шизофрения, когда сегодня нормальная, а завтра уже нет. Вот. Отдельно, чуть-чуть про юридическое лицо, если у нас продавец. Обязательно выписку из ЕГРЮ, запрашиваем копию действующего устава. Я всегда проверяю полномочия директора, потому что они сами иногда забывают, что у них уже два года как директор, у него кончились полномочия, потому что в уставе установлено, что он избирается сроком на пять лет. А с момента последнего переизбрания прошло семь. Так что не помешает эту элементарную вещь проверить. Дальше. Сопоставляем, проверяем, является ли эта сделка крупной. Сопоставляем балансовую стоимость активов общества с ценой отчуждения объекта. Установив, что цена объекта превышает 25% балансовой стоимости активов, по данным последнего ежеквартального отчета, обращаемся к уставу и определяем органы, компетентные, принимать решения о совершении крупной сделки. Отдельно хочу сказать, что встречается на рынке такая сделка, как приобретение объекта недвижимости путем приобретения самого юридического лица, его акций или установок капитала. Обычно это делается, если есть какие-то открытые проекты, застройки, инвестиционные проекты, зафиксированные на это юридическое лицо. И тогда, собственно говоря, цель приобретения этого объекта недвижимости, инвестиционного проекта, одновременно с ним. Это одна из самых сложнейших вещей по проверке и по сопровождению сделки, потому что можно с активами губить очень серьезные долги. Поэтому обязательно я привлекаю опытного профессионального аудитора и проверяю хозяйственную деятельность как минимум за три, а лучше за последние пять лет на предмет восстановления любых задолженностей перед частными лицами, бюджетами и так далее. И, собственно говоря, тут заключается... Это что-что? Реально-реально. Реально-реально. Просто это обычно крупные сделки, дорогостоящие. То, что не даст стопроцентную гарантию, вы говорите, такая проверка, это правда. Это правда. Но здесь обязательно делается другое. Делается обязательство письменное со стороны участников этого юридического лица, со стороны генерального директора. Я делаю их солидарную обязанность. В случае обнаружения долгов порожденных или долговых обязательств до момента приобретения юридического лица, они обязуются солидарно эти вещи все компенсировать покупателю. И могу сказать, что ни разу не выплыло при таком солидарном обязательстве, потому что тут уже они лично становятся обязанными со всеми вытекающими последствиями. Поэтому тут не только... Мы просто сегодня говорим про проверку, а вот эти все вещи... Это дополнительные документы, которые так или иначе могут минимизировать риски на будущее, которые могут возникнуть у покупателя. Я могу сказать, вот одна из ситуаций, допустим, это налогообложение, в целях налогообложения, когда юридического лица является продавцом, находится, например, на обществе налогообложения. Очень большое желание в 99% таких продавцов устроить черную дельту. То есть договоры указать ту сумму, с которой они будут платить все налоги, а остальное передается через ячейку на черной дельте. И если вы скажете генеральному директору, а ты мне расписочку напиши, он скажет, я что себе уголовную статью буду рисовать здесь на расписочке, встает вопрос, что делать? Отдать деньги без вообще всякой бумаги. Я применяю такой договор, где стороны договорились, покупатели, допустим, учредители, генеральный директор, о том, что при наступлении таких-то обстоятельств, да именно, вступление в законную силу, об изъятии добросовестного приобретателя, такого-то объекта, которое случилось не в результате действия или бездействия самого покупателя, то вот эти лица, безусловно, обязуются взять и выплатить ему энную сумму денег. Вот просто так, да? Ничего не противоречит. Я уже, я не знаю, лет 12-13 использую такое обязательство в таких ситуациях, у меня все спрашивают, хоть раз в суды ходили, взыскали бы такое обязательство, деньги. Нет. Ни одна сделка не была оспорена, и эти обстоятельства не возникли. Так что рад бы сказать, что пошел и взыскал, но не могу пока на практике, и вообще очень радуюсь этому, что у меня не было такой практики, потому что ни одна сделка, где фигурировало такое обязательство, оспорена не была. Но это что-то лучше, чем ничего. Можно всячески критиковать с точки зрения теоретизирования эти вещи, но я считаю, что что-то лучше, чем ничего. Ну ладно. Очень, извините, неси голопом по европам, очень хотелось сказать все то, что хотелось сказать, но зато осталось время на ответы на вопросы. Садовый дом построен в 80-х годах, не зарегистрирован до сих пор. Какие санкции могут быть применены к собственнику земельного участка, на котором он стоит? Ну, вы знаете, у нас установлена законом государственная регистрация обязанность регистрировать возникшие права, но не установлено сроков. Конечно, мне приходилось встречать, когда были доказательства, но не такого рода, что он построен в 80-х годах, а люди заключили сделку и пошли регистрировать спустя 10 лет. Им выписали штраф, по-моему, на полторы тысячи рублей, потому что, ну, тут пропуск был очень очевиден. Здесь неизвестно, когда дом-то построил. Поэтому санкций никаких, но, учитывая нынешние инновации, я бы советовал его сейчас зарегистрировать, тем более, что пока у нас не отменили. Упрощенный порядок регистрации жилого садовых домов. И тем более, что, может, и хорошо, чтобы он зарегистрировал. А сейчас, если он соответствует критериям ИЖС, можно зарегистрировать в качестве индивидуального живого дома. Так что, в общем-то, санкций никаких. Возможно ли согласовать снова с капитальных стен при перепланировке жилого помещения в доле... А кто писал? Я говорю, переведите ее. В многоквартирном доме. В многоквартирном доме. У всех собственников. Возможно ли согласовать снова с капитальным стен при переграновке жилого помещения, если все собственники дома свое согласие дадут, и если экспертиза будет установлена в первых заключениях специалистов, что это не приведет к улучшению прочности несущей конструкции дома, то возможно. Причем технологии, которые позволяют не сделать дом более, так сказать, охудшим, они существуют. А тут гораздо сложнее получить согласие 100% собственников. Но поверьте мне, обязательно найдется кто-то против, кто-то за границей, которого не найти. То есть проблема именно в том, что иногда и пытаются ли обойти двумя-третьями голосов, проходили такие вещи, когда принималась администрация. Могу сказать следующее, что в отношении панельных плочных домов на 99% техническое заключение скажет, что это невозможно. На несущую стену дома пробивать даже, они считают, что даже отдельный вход пробиваемый в плочной панельном доме однозначно ухудшает, так сказать, несущую систему строения. Поэтому теоретически да, но на практике упираемся в получение согласия всех собственников помещений, квартир дома. А тут даже одно их оформление, да, как бы в простом письменном виде у вас их не примут для согласования проекта. Даже посчитать 100 человек, 100 заявлений к нотариусу, одно заявление, сколько у нас, 1000 стоит, по-моему, да, 1000. Около 1000 рублей. Тут только оформление этих согласий 100 тысяч. Но это, знаете, возможно, когда там есть такие многоквартирные товары, где 6 квартир, 4-6 квартир. Вот это еще как-то обозрено. То есть теоретически можно, а на практике, скорее всего, и нет. Так, является ли самолонная перепланировка оборудования в комнате коммунальной квартиры дополнительного входа, второй двери, если общая площадь квартиры не изменилась? А входа откуда? Из коридора или из влечества площадки? Из коридора. Могут ли в таком случае соседи в коммунальной квартире обратиться в суд с требованием привезти помещение в первоначальное состояние? Вполне себе. Право обратиться у нас может кто угодно. Можно даже иском признания права собственности на Эрмитаж подать у вас в облине. Но чем это закончится? Вопрос несущая стена, не несущая. И я бы так сказал, поскольку это коммунальная квартира, поскольку сейчас позиции судов ужесточаются, то я бы больше шансов дал на то, что по их жалобе будет направлена администрация районное требование, и скорее всего районная администрация суд выявит, чем выявит они. С другой стороны, если стена не капитальная, вторая дверь... А зачем вторая дверь в комнату? Я чуть не совсем... Или в две там, да? А, смысл сделать из одной две, чтобы одну продать потом как самостоятельную, да? Понятно. Ну, да, это перепланировка самовольная, как бы... Поэтому, да, попробовать можно, шансы хорошие. Опять же, так сказать, здесь не совсем понятно, конечно, как это права третьих лиц нарушает. А стена не несущая, да? Вот в которой они дверь пробивали, несущая или нет стена? Ну, если несущая, то шансы близки к 100%. Если не несущая, то тут 50 на 50. Я бы так сказал. В том числе, вплоть до отношения конкретного судей, потому что категория оценочная. Нет, надо обращаться в администрацию, как бы... Хотя они могут обращаться и сами в суд, но лучше идти по пути именно обращения в администрацию, а вот, соответственно, как бы, жалобы и заявлений. Потому что, ну, компетенция администрации направляет требования о приведении квартиры в первоначальное состояние. То есть процессуально более правильно надо сделать это луками администрации путем направления жилого. То есть если они обратились сами в суд, то... Может. Да, учитывая, что они некомпетентны. Как вы проверите наличие супруга при отсутствии штампа в паспорте. Да, 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 да. Специальный случай иностранец. Ну, вы знаете, это никак не проверить. Просто я в таких ситуациях. Сейчас же как? При сдаче документов в МФЦ даже не обязательно написать нотариальное заявление о том, что на момент приобретения объекта браке не состоял. Они просто делают скан паспорта, где, как бы, в отсутствии штампа. Считают, что получает человек, который приобретал его вне брака. Я единственное, что делаю, это делаю все равно обязательно нотариальное заявление. А проверить это нельзя. Более того, как бы, не так давно тоже была сделка. Американцы продавали квартиру, как американцы русского происхождения. И там она приехала и не получила согласия своего американского супруга. А там это сейчас, тем более, очень трудно. Это все и дорого, как бы, было оформлять. И как раз он прекрасно все знал, что это продается, но воспользовались такой вещью. Там было родственное переоформление, как бы, да, такая... И покупатель все знал. Поэтому, да, спокойно прошло. Брак у них был заключен в Соединенных Штатах. Никаких сведений о России беззаконном браке не имеет. Паспорт у него чистый, без штампа. И совершенно все спокойно прошло и отчуждение. Поэтому, да, это отдельный риск. И, как бы, ну, тут смотрим, когда паспорт был выдан, да, смотрим, когда лип приобретался. Ну, все, мы же не можем... Еще раз повторюсь, никогда не говорите, что вы проверите на 100% объект. Невозможно это. В том числе, потому что есть вот такие моменты. Мы же... Ну, что еще предположить? Отправить человека в САГС, получив справку о том, что ты не заключал брак? Да. Встает вопрос, какой именно, а может быть, во все, а может быть, он на Камчатке жил, куда-то отправляет. То есть, ну, это нереально. Поэтому ограничиваемся просто отобранием нотариального обязательства, и все. Сейчас согласие супруга при подаче на администрацию требуется, да, требуется обязательно. Начали требовать, уже, наверное, 3-4 назад, опять, был период, ему не требовали, сейчас требуется. Но, а оно как требуется? Вот если идет покупатель, там муж с женами важно, он идет в МФЦ, он может не делать это нотариальное согласие на покупку, а просто взять с собой оригинал свидетельства о заключении брака. И поскольку в силу закона все, что приобретается при отсутствии брачного контракта, приобретается общая совместная собственность, это согласие Росреест презюмирует. Они сканируют свидетельства о заключении брака и уже знают, влагут его в пакетик по объекту и уже знают, что его отчуждение возможно только с согласия того супруга, который указан в свидетельстве о заключении брака, с его нотариального согласия. Возможно ли в упрощенном порядке заполнить реконструкцию? Что, что еще раз? Ну, во-первых, надо понимать, имеет ли отношение супруг к продавому объекту. Продавец может получить продаваемую собственность по наследству в результате дарения или бесплатной приватизации. Тогда супруг его совершенно не нужен. Если это было возмездно приобретено в браке с продавцом, ну, так у нас статья 35-й семейного руководится прямо говорит 35-й, 38-й, что отчуждение приобретенного в браке имущества подлежащего государственной администрации осуществляется с предварительного нотариального удостоверенного согласия с супругом. А какая разница? Брак расторгнут, объект так как был в общей совместной собственности с супругом, так и останется. Позиция Верховного Суда по этому вопросу изменилась. Слушайте, а я вам могу привести еще больше других определений. Мой рекорд, я поделил квартиру через 15 лет после развода. И пока у нас действует постановление плену, где сказано, что срок исковой давности по искам о разделе имущества исчисляется не с момента расторжения брака, а с момента, когда супругу должно было быть известно о нарушении его прав, и это постановление еще никто не изменил и не отменил. А то, что у нас, знаете, я тоже неоднократно ходил на лекции судей в судах и приводил пример. Вот два одинаковых тела, вот сидит адвокат Левитов, у него вообще зеркально, одинаковые объекты, одинаковое все. Один суд удовлетворяет требования, второй отказывает. Вопрос, почему? Мы практику нарабатываем, и Верховный суд такой же, ничем не лучше. Он нарабатывает практику, поэтому верим обзором и постановлением, а не определением по частным делам. Мы можем их приводить в качестве примера, но говорить о том, что поменялась позиция в этом отношении, я бы не стал. Это, конечно, мое мнение, так же, как и вы можете иметь свое. Но, как бы, когда мы говорим про сопровождение сделки, целью которого, повторюсь, не выиграть успешно, возникший суд, а его не допустить, надо действовать с точки зрения не на вреди, а отдельная, особая осторожность. И я, пусть буду исходить из пессимистических оценок, но задумаю, клиент не будет страдать излишним оптимизмом. Так, возможно ли в упрощенном порядке узаконить реконструкцию садового дома? А что значит в упрощенном порядке? Я чуть не совсем понимаю. У нас есть два порядка. Либо судебный, если самовольная перепланировка выполнена со всеми вытекающими последствиями, простым его не назвать, там одна экспертиза тысяч 30 потребует, если не 40, да, в зависимости от сложности перепланировки. или порядок с предварительным получением разрешения. С садовым домом, если мы говорим, можем о реконструкции говорить, если был зарегистрирован тот дом, который реконструирован. Потому что, если того дома не видно, мы регистрируем новый, как будто мы построили новый дом, и здесь нет никакой реконструкции. А вот если была реконструкция, то я думаю, что какой просчетный порядок уже сделана самовольная реконструкция порядок один суд и доказывать о том, что эта реконструкция ничьих прав не нарушила, жизнью угрозой никого не создает и соответствует всем строительным, санитарным, противопожарным нормам и правилам. Поэтому не совсем понятно, что значит упрощенный порядок время. Большое спасибо, Александр Петрович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Коллеги, Азин, не стоит счастлива в руководстве.